Здравствуйте, товарищи! Становление понятия всуждения происходит через переход от своего тождества в иное. Так происходит переход из объективной логики в субъективную. Мы приступаем к изучению третьей книги диалектики. Стоит напомнить, что наука логики делится на три книги или на два тома. Первый том состоит из двух книг, посвященных объективной логике, а второй том из одной третьей книги про субъективную логику. В первой главе второго тома мы разберем, как понятие переходит в суждение. Понятие может быть чистым, ну или всеобщим. Бывают понятие особенным, ну или определенным, или еще можно сказать частным, ну и само по себе суждение. В бытие переходит в сущность, а сущность – понятие. Понятие получается становление суммы сущностей. Всеобщее понятие содержит в себе не только тотальность, но и особенное. Так всеобщее или чистое понятие есть абсолютно бесконечное, безусловное и свободное. Если объяснять на яблоках, то человеческий разум на основании множества увиденных им яблок вырабатывает некое представление или понятие о том, что такое яблоко. Под это понятие, называемое всеобщим или по-другому частным понятием, попадают абсолютно все яблоки на свете. Данное понятие свободно от всяких предрассудков о том, каким должно быть конкретное яблоко. Особенное понятие появляется из определенности. Особенность или определенность содержит в себе всеобщность, которая составляет его субстанцию. Из множества яблок на свете разумный субъект может выбрать одну особенность. Например, выделить определенный цвет. У нас на слайде это будут красные яблоки. Так мы вырабатываем особое понятие под названием красные яблоки. Все яблоки на свете – это простое понятие, а красные яблоки – это определенное понятие. Единичность – это такая определенная определенность, или говоря иначе, определенная особенность. То есть определенная всеобщность, соотносящаяся с собой определенность. Единичность является рефлексией понятия в саму себя. Всеобщность и особенность являются моментами становления единичного. Если мы возьмем красное яблоко из прошлого примера и найдем в нем еще одну особенность, у нас получится новое понятие, которое описывает всего одно яблоко. Или говоря иначе, у нас появляется понятие об одном конкретном яблоке, или единичное понятие. Абстракция – это разделение конкретного и разрознивание его определения. Абстракция схватывает лишь единичные свойства или моменты. Возвращение понятия в себя в качестве единичности через рефлексию дает суждение. Говоря проще, мы вернулись от конкретного единичного яблока к абстрактному яблоку путем удержания единичного его свойства, в нашем случае красного цвета, получив тем самым новое понятие. Но не простое понятие, а понятие, полученное из другого понятия путем его заключения. Иначе говоря, мы совершили суждение. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok